Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Сегодня день, посвященный нашей международной работе, тем результатам, которые нужны Украине в мае и июне. Мы готовим еще семь новых документов по безопасности для нашего государства, двусторонних соглашений о безопасности, в частности, соглашения о безопасности с Соединенными Штатами. Оружие, финансы, политическое взаимодействие сегодня работал с командой по конкретным деталям этих документов, и по некоторым из них уже есть предварительный текст соглашений. Каждая из них поддержит нас и в этом году, и в последующие годы. Архитектура безопасности на время до вступления в НАТО. Наполняем драфты соглашений более сильными возможностями для Украины и для нашей совместной с партнерами безопасности. Понятно, что особый приоритет — все, что даст больше защиты от российского террора. Второе — европейское направление. Как и на каждом предыдущем этапе интеграции с Евросоюзом, многое зависит именно от нашей активности. Украина уже полностью реализовала свою часть обязательств, чтобы в этом июне фактически начать переговоры по вступлению. Работаем, чтобы не было задержек или недоразумений со стороны Евросоюза. Все детали, все шаги, все аспекты коммуникации готовим вместе с командой наших международников. И я благодарю каждого и каждую, кто помогает. В этом году должны удержать ситуацию и достичь новых целей в каждом из стратегических направлений. Евросоюз — фактический старт переговоров, наше сближение — это одно из таких направлений. И, конечно, глобальный саммит мира, первый такой саммит, способный начать реальное движение к справедливому миру. Готовим этот саммит и такое движение. Вместе со швейцарской стороной. Сегодня согласовали финальные штрихи, а также максимально активно работаем для того, чтобы на саммите было как можно больше лидеров из стран. Это принципиально. Мир может остановить любого агрессора. Если будет действовать в единстве и по правилам большинства, ни одна агрессия не выдержит действительно глобального давления. И мы все вместе должны принудить Россию к миру. В ближайшие недели будет много, в том числе и непубличной, работы с партнерами, чтобы саммит был действительно наполненным. И еще кое-что за этот день. Провел несколько кадровых изменений в службе безопасности Украины. Также сегодня хочу поблагодарить 9-й департамент ГУР. Ваша точность вдохновляет. И наша национальная гвардия, все, кто на передовой, все, кто вместе с другими элементами сил обороны и безопасности Украины, с честью выполняют боевые задания. Спасибо. А особенно 3-й и 4-й бригадам оперативного назначения, воинам Центра спецназначения Омега, 5-му отдельному штурмовому отряду и 6-му отдельному отряду. Спасибо всем, кто сражается ради Украины, кто усиливает Украину и кто помогает Украине приближать восстановление справедливости, справедливости и мира. Слава Украине!